Специально по просьбе Лёши и Серёжи я сделаю инструкцию пользования электронной картой Transast 4000. Для начала ознакомимся с программой NeviPlaner, через которую мы можем делать прокладку, заказывать карты, заказывать необходимую корректуру, лицензии и так далее. Чтобы зайти в NeviPlaner, нам нужно нажать на клавиатуре вот эту кнопочку. Появится меню. В этом меню выбираем NeviPlaner. Если NeviPlaner не открывается, значит он уже открыт. Для этого на клавиатуре зажимаем кнопки Alt-Tab, и появляется вот такое меню. Выбираем наш NeviPlaner. Вот этот значок. На NeviPlaner для заказа карт, в первую очередь, нам нужно сделать нашу прокладку. Изначально она будет генеральная, а после того, как идут карты, мы уже её будем корректировать. И смещать точки, чтобы не наехать на бой, или ещё что-нибудь. Чтобы сделать прокладку, нажимаем New. Делаем, допустим, прокладку, предположим, вот такую. Называем её A1, чтобы нам её быстрее было найти в меню. После того, как наша генеральная прокладка готова, нам необходимо заказать карты, чтобы её откорректировать. Заходим в подпункт Charts. Вверху у нас есть два значка Install и Order. Выбираем Order, заказ. После этого нажимаем Select, Buy Road. И выбираем нашу сохранённую прокладку. Соответственно, вот она, мы её назвали A1, чтобы нам легко её было искать. Нажимаем. NeviPlaner предложил нам заказать три карты. Вот они. У нас в правом углу здесь. Мы можем откорректировать этот список. Откорректировать этот список. Мы можем нажать правой кнопкой на ненужную карту. И нажать Remove from Basket. Тогда эта карта уберётся из нашего заказа. Также мы можем убрать по другому способу. Для этого нам необходимо нажать здесь вверху, здесь Select. И у нас на карте красным отмечены те карты, которые нам необходимы для этого маршрута. Нажимаем нашим перекрестием на ненужную карту. Как видите, она пропала. Значит, она и уберётся из нашего заказа. После того, как мы отредактировали наш список необходимых карт, нажимаем вверху NeviPlaner под пункт «Лиценз». Это лицензии для наших карт необходимых. NeviPlaner нам предлагает, на какой период заказать карты. Выбираем в зависимости от того, как долго мы будем ходить в этом районе. Допустим, выбираем в три месяца. Естественно, в три месяца будет дешевле стоить по деньгам, чем в шесть месяцев, в девять или двенадцать. Выбираем в три месяца, допустим. Нажимаем Next. Выйдет табличка нашего заказа. То, что у нас заказана одна карта. После этого мы нажимаем кнопку Next. Выстится табличка, сколько эта карта стоит. В некоторых компаниях, как в нашей, допустим, если заказ стоит больше пятиста долларов, то его нужно делить частично, так как он не пройдет. Ну, то есть, сразу заказать, допустим, пятнадцать карт, потом еще пятнадцать карт. Если заказ будет больше пятиста долларов, то заказ может не пройти по транзасу. После этого нажимаем Next. Выбираем Save to Disk. Так как у нас нету прямого соединения с интернетом, нам нужно сохранить наш заказ на флеш-карту. После того, как мы вставили флеш-карту в USB, мы нажимаем Finish. Выйдет таблица, куда сохранить файл. Выбираем папку Outbox, которая у нас заранее была сделана на флеш-карте, для того, чтобы не путаться. И нажимаем OK. Наш файлик сохранился в папке Outbox. После этого, как файл сохранен на флеш-карте, нам нужно отправить ее на Chart Service через наш судовой email. Подходим к нашему компьютеру. Выбираем нашу судовую почту. У нас она называется Amos Connection. Не знаю, на других пароходах может быть какая-нибудь другая, но у нас такая. Заходим. Создаем новое письмо на Chart Service. Выбираем в адресной книге наш Chart Service. Нажимаем ToTransistChartService. Закрываем. Называем письмо Chart 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 Order OsloBulk2 сокращенно. и прикрепляем наш файл. Нажимаем кнопку Attach. Выбираем наш файл, который мы сохранили на флеш-карте в папке Outbox. Нажимаем Open и нажимаем Send. Все. После того, как наш файл дойдет до Chart Service, они нам пришлют необходимые лицензии. Нам пришел ответ из Chart Service Transass с нашими лицензиями для наших карт. Открываем сообщение. Вот так выглядит этот файл. Мы сохраняем его на нашу флешку транзасовскую в папку Inbox. У меня здесь немножко бардак. Их нужно удалить. сохраняем наш новый файл. После того, как мы сохранили наш файл, подходим к нашему транзасу. Так как мы не закрывали наш новый планер, у нас уже он открыт, заходим в раздел Install, нажимаем кнопку Browse, выбираем папку Inbox, нажимаем Go. После этого наша лицензия установится и наши карты будут почти доступны. Почему почти? Потому что после этого, как мы установили лицензии, нужно загрузить карты с двух Base DVD. Вот такие диски выглядят Base DVD номер 1 и Base DVD номер 2. Соответственно, вставляем их в дисковод по очереди сперва Base DVD 1 и нажимаем CD Drive. Но он предложит как обычно установку. Нажимаем Next, Next, Next. И он покажет в итоге какие карты у нас установлены. И после этого, как мы установили Base DVD 1 и Base DVD 2, нам еще нужно загрузить Update диск. Update диск выглядит так же как Base DVD, только здесь написано Update. Тоже вставляем его в дисковод, нажимаем Next, 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 и он покажет, что он нам установил. После этого, после этого, когда мы установили, когда мы установили наши карты, нам нужно откорректировать прокладку согласно нашего маршрута, чтобы не наехать на бой и никуда нибудь не врезаться. В принципе, все по новой плейнеру. Соответственно, заказ корректуры аналогичный заказу карт. Сейчас я по-быстрому вам покажу. Заказ корректуры производится тоже так же, как и заказ карт. Для этого заходим в раздел Charts, выбираем Order, выбираем нашу прокладку и нажимаем не License, а Update. И вот он покажет такое меню. Выбираем Selection Only, и Send Once. Нажимаем Next, Next, Next и сохраняем так же файл, как и такой же файл сохраняем, такой же, как и на этом для заказа карты. Также отправляем его на почту, также его сгенавливаем абсолютно индивидуально, как и заказ лицензий. Только за Update нам платить не надо, за лицензии у нас денежки требуют. Ну вот и все в принципе по MailPlaner. Забыл сказать. После того, как мы установили наши карты и апдейты, мы можем посмотреть, что мы заказывали раньше, нажав в разделе Charts Orders History История заказов. Здесь наши таблички, здесь можно посмотреть, что мы заказывали, какие лицензии, какие апдейты. Ну, в принципе, и все, наверное. Прикольно! Помните, что у вас еще есть бумажная инструкция, которая которую я вам скинул на флешку. Удачи!